Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Директор компании «Вятушка Агро» Надежда Сураева, возглавившая народный рейтинг в экспертном на восьмом месте. Константин Гозман в этом списке. Второй, третий, Березин. Программа Экономика. В Кирове завели очередное уголовное дело за невыплату зарплаты. Прокуратура Октябрьского района города Кирова провела проверку компании «Атлас». С октября по декабрь прошлого года шести работникам не выплатили 540 тысяч рублей. На компанию завели административное дело по статье о нарушении трудового законодательства. По материалам прокурорской проверки, следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье невыплаты зарплаты свыше двух месяцев, сообщается на сайте Кировской прокуратуры. В сельских магазинах появилась возможность снимать наличные через кассу. Уже 100 точек в регионе подключили к системе, которая позволяет снимать деньги с банковских карт или оплачивать услуги прямо в магазине. Операции доступны по картам Visa, MasterCard или Mir. При оплате квитанции выдается отдельный чек. Комиссия за прием платежей ЖКХ такая же, как в офисах банка. По данным регионального правительства, за последние три месяца подобным образом покупатели сняли в магазинах более 12 миллионов рублей наличными. Почти 900 миллионов получило УФСИН на труде заключенных. В прошлом году на оплачиваемых работах в системе исполнения наказания работало почти 5000 человек. В основном они занимаются деревообработкой, изготовлением швейной и мебельной продукции и производством продуктов. За год объемы выпуска товаров и услуг в денежном выражении увеличились на 58 миллионов рублей. Завершение валютах. Доллар сегодня 75 рублей 91 копейка. Евро стоит 91 рубль 63 копейки. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM Корректор А.Кулакова